Добрый день, уважаемые зрители! В эфире очередной блок Уральского журнала правовых исследований. Наша сегодняшняя тема будет глобальной, необычной и очень эксклюзивной. Так что надеемся, что вам понравится. Гостем нашего сегодняшнего интервью стал доктор юридических наук, заведующий кафедрой финансового права УРДИУ, директор Института права БРИКС Данил Владимирович Винницкий. Добрый день! Добрый день! Я Александр Козырьев и я Лилит Мартиросян. Пожалуй, Данил Владимирович, начнем с общих вопросов. Каковы, на ваш взгляд, цели сближения правового подхода в рамках налогового права стран БРИКС? Я думаю, проблему можно понимать несколько более в широком срезе, имея в виду, что это часть, скажем так, общей глобальной повестки, когда различные государства, торгово-экономические партнеры пытаются выработать, иметь некое общее представление о той модели регулирования отношений, особенно трансграничных, которые целесообразны в их случаях. В чем специфика, может быть, БРИКС? Это достаточно крупные экономики. Понятно, есть множество форумов, где они совместно работают. Это и форум ВТО, и, естественно, такой глобальный форум, как ООН. Но вместе с тем, в современном мире существенное влияние на формирование конкретных моделей регулирования сейчас оказывают и такие международные организации, которые более предметно нацелены на установление стандартов регулирования тех или иных экономических отношений. Наверное, наиболее показательным примером является ОСР, Организация экономического соотношения и развития. И на этапе формирования блока БРИКС, вот уже в организационном плане, ни одно из государств не являлось членом ОСР, хотя вот сейчас Бразилия уже находится в таком завершающем режиме вступления в эту организацию. Российская Федерация в свое время подавала заявку. Но все-таки данные крупнейшей экономики остались за рамками работы в контексте ОСР. Конечно, сейчас форум и G20 активно трудятся, но функции секретариата для G20 выполняет опять-таки ОСР. Они готовят решения, те стандарты, которые там вырабатываются, тесно увязаны с повесткой ОСР. Поэтому я думаю, что, наверное, отправной точкой для работы БРИКС, вот именно в таком конкретном уже ключе, интересном для юристов, было ощущение дефицита того, что нет такой технической составляющей, где представители крупных экономик, входящие в БРИКС, могли бы вырабатывать некие общие стандарты регулирования, общую позицию по формированию глобальных стандартов регулирования в сфере инвестиций, решения каких-то социальных вопросов в экономике, и, конечно, финансов и налоговложений. Поэтому я думаю, что вот мы сейчас являемся свидетелями, что в контексте ОСР, конечно, работа продолжается, и здесь нельзя говорить о каком-то противопоставлении, потому что если мы берем налоговые вопросы, например, в качестве примера, мы видим там и организации, что государство БРИКС высказывает свою позицию, например, по толкованию модельной конвенции и так далее. Но в то же время и на уровне БРИКС имеется уже такая очень предметная работа, министерств, ведомств, созданы рабочие группы, специальные органы, которые позволяют так предметно рассмотреть вопросы выработки общих стандартов регулирования. Безусловно, налоговое направление, вопросы, связанные с международным налогообложением, являются очень хорошим таким примером этой гармонизационной работы по выработке общего понимания о дальнейшем, возможно, общих стандартов регулирования этих или иных отношений. А можно ли сказать о том, что вот одна из ключевых задач такого даже образования, как БРИКС, это борьба с налоговым злоупотреблением? Я думаю, что не совсем было бы корректно сводить все к этому, но имея в виду, что сейчас, безусловно, в международном формате есть такая серьезная активизация работы по этому сектору вопросов. Вы, наверное, знаете, что вступила многосторонняя конвенция, которая направлена на борьбу со злоупотреблениями налоговыми соглашениями. Практически все государства БРИКС работали и принимали участие в ее принятии. В Бразилии там несколько специфические опять позиция, насколько я знаю, пока не присоединилась. Но в целом это общий тренд, что нужно выйти на новый уровень регулирования борьбы с офшорами, недобросовестными международными схемами по трансферту капитала без каких-либо экономических оснований в целях ухода от налогового обложения. И, безусловно, БРИКС тоже должна иметь собственную позицию по этой проблематике. И поэтому не будет ошибочным говорить, что это один из важных вопросов, особенно краткосрочной перспективы, где государства БРИКС и могут, и, наверное, должны достичь какого-то общего понимания, как минимум. И если переходить уж в качестве примера к конкретике, можно сказать, что специфическим аспектом вот этой темы является то, что ни одно из государств БРИКС не согласилось пока на подписание многосторонней конвенции по борьбе с применением налоговых соглашений, необоснованным, в таком формате, который бы позволял, безусловно, признать юрисдикцию международного арбитража в этом контексте. Вместе с тем, споры здесь возникают, и должен быть какой-то форум, какой-то способ решения возникающих проблем. И один из вариантов, о чем сейчас работают, думают, и которые прорабатывают представители государств БРИКС, это возможность усиления взаимосогласительных процедур, по крайней мере, вот в таком многостороннем формате, которые могут сгладить вот дефицит международного форма в виде арбитража. А вот говоря о многосторонней конвенции, которую разработала ОСР, вот можем ли мы сказать о том... Вже 20. Да. Можем ли мы сказать о том, что вот как раз, например, большая разрозненность позиций государств по общим антиуклонительным нормам привела к тому, что вот решили разработать такой вот универсальный подход к ним? Все-таки, допустим, в контексте ограничения льгот, вот limitation of benefits, for example, хотелось сказать. Вот, если вот в контексте таких вот льгот... Если вы понимаете под общей антиуклонительной нормой норму внутригосударственного регулирования, то тут нельзя, наверное, вот устанавливать прямую корреляцию, потому что национальное право не может быть основным инструментом для того, чтобы ограничивать применение налогового соглашения. То есть, мы знаем, и это все специалисты в рамках отраслевых юридических наук, что есть особые правила толкования международных договоров, и если каждый из государств будет для того, чтобы ограничить, допустим, применение соглашения об избежании двойного налогоблажения, допустим, запретить применение пониженной ставки по дивидендам, если каждый из государств будет ссылаться только на свое внутреннее законодательство, ну, мы придем практически, придем постепенно к хаосу в толковании налоговых соглашений. Поэтому, конечно, основная цель это основываться на применении международных инструментов для того, чтобы надлежащим образом использовать налоговые соглашения. Это и выработка неких стандартов интерпретации, толкования, и закрепление норм, которые ограничивают и устанавливают лимиты для применения соглашений и предусматривают некую борьбу со злопотреблением в самом соглашении. Вот вы применили пример нормы limitation of benefits, то есть ограничения выгод по налоговому договору, которые закрепляются в некоторых договорах и сейчас уже в типовом соглашении Российской Федерации, которое утверждено постановлением правительства номер 84, тоже эта норма присутствует и постепенно она вводится во все соглашения России. Есть и другие более частные и конкретные положения, как, например, правило beneficial owner, то есть лице, имеющие фактическом праве на доход, которое чаще всего применяется к пассивным доходам. То есть вот выработка стандартов, которые были положены в основу принятия многосторонней конвенции, они как раз были связаны с тем, чтобы установить общую конву того, как на основе международной договорной базы правильно определить формы использования и применения двухсторонних соглашений об избежании двойного аналогов положения, потому что их очень много, более 4 тысяч по некоторым данным, и вот поштучно пытаться изменить каждое. Это очень сложная работа, наталкивающаяся на какие-то политические противоречия, сложности в каждом парламентов договаривающихся государств противодействия каких-то крупных экономических агентов, и вот такой многосторонний формат, он помогает определить общий тренд, надеясь только на то, как будет развиваться внутригосударственное право, потому что внутригосударственные нормы на борьбу со злоупотреблением, они могут применяться и в фронтограничном контексте, но не для того, чтобы входить в конфликт с двухсторонним соглашением, а как бы, скажем так, корректировать объект налоговложения, например, определять, что было, что должно считаться полученным иностранным, допустим, резидентом, что не должно считаться полученным в качестве дохода, вот такие, например, аспекты, поэтому это как бы разные немножко направления борьбы с налоговым и злоупотреблением. Спасибо. К слову, о политических противоречиях, все-таки, учитывая то, что есть уже нормативный материал и конвенции ОСР, и ООН, именно сотрудничество стран БРИКС в попытках, как вы отметили, наладить работу своих двухсторонних соглашений, это обусловлено именно политическим взаимодействием стран или схожестью, наверное, систем регулирования данных проблем. Ну, во всяком случае, изучив эти конвенции, соглашения, которые заключены между Россией и Китаем, Россией и Бразилией, Россией и ЮАР, бросаются в глаза, что структура и содержание норм похожи чрезвычайно, практически один в один. Я бы не сказал, что в области налоговых отношений здесь как-то эти вопросы сильно политизированы, потому что, как вы верно отметили, в целом налоговые соглашения очень близки, все по стандарту. Даже модели ОСР и ООН, они различаются в некоторых точных аспектах и, в общем-то, государства-члены ОСР заключают и государства и заключают соглашения по модели ООН, когда они взаимодействуют с развивающимися странами. То есть отличие здесь наиболее типичное это при, допустим, установлении уровня налоговложения пассивных доходов у источника 0 или 10 процентов в отношении роялти или процентов. Что касается собственно соглашения об избежании двойного налоговложения, которые заключают государства БРИКС, пока, наверное, сложно найти какие-то такие точки соприкосновения, которые однозначно уже вот в имеющихся соглашениях объединяли бы все государства БРИКС. То есть даже когда они выявляются, они охватывают какую-то группу из государств. Допустим, внимание к проблеме постоянного представительства более характерно для налогового законодательства Индии, может быть России, Бразилии в меньшей степени на это ориентируются. Допустим, область транспортного ценообразования где-то более активно применяются эти положения, где-то вводятся упрощенные механизмы, как опять-таки в Бразилии. Поэтому есть разные здесь подходы, но вместе с тем есть и понимание того, что сходство экономических проблем, которые есть в государствах, а именно то, что они выступают в виде нет-экспортеров капитала и взаимодействуют с развивающимися странами как развитые, а где-то наоборот с некоторыми более продвинутыми участниками рынка где-то заимствуют или ориентируются на импорт технологий в своей юрисдикции, то есть есть какие-то такие расхождения, более среднюю позицию занимают при выстраивании своих моделей регулирования трансграничных отношений, вот в этом контексте наверное есть понимание того, что государства БРИКС могут выработать общую позицию по каким-то вопросам, чтобы ее более активно в дальнейшем продвигать в международном формате уже как согласованную. Ну вот я уже привел вам пример взаимосвязательных процедур, когда пока государство БРИКС считает для себя нецелесообразным признавать юрисдикции международных арбитражей именно по налоговым вопросам. Я подчеркну здесь не идет речь об инвестиционных арбитражах, это отдельные налоговые арбитражи. Но в силу ряда причин специфики правовых систем неподготовленности арбитров может быть по каким-то параметрам и так далее. И в этом контексте вот укрепление допустим взаимосогласительных процедур, которые сейчас уже предусмотрены двусторонними соглашениями, но при дании международного формата может быть интересно для государства БРИКС, по крайней мере на прошлом правовом форуме БРИКС ЮАР, все представители эксперты всех пяти государств выразили свой интерес к этой правлении. Вот такая работа сейчас ведется. В таком случае более-менее понятно общее направление и общие тенденции. Ну видимо стоит перейти как раз к проблематике, которая отдельно возникает в регулировании между странами БРИКС. Ну и самое первое, что логично приходит на ум это антиуклонительные нормы. Мы хорошо знаем природу российской общей антиуклонительной нормы, которая сначала оказалась в пленуме высшего арбитражного суда номер 53 2006 года. Потом примерно так же, как и в конвенции Вебсона в статье 54.1 налогового кодекса предусмотрено, что именно общая цель экономических операций должна проверяться. Ну и стандарт ведь очень похож, что если главной целью операции было именно получение налоговых льгот, в этом случае признается экономически необоснованной. Но мы знаем российский подход, насколько он схож в странах БРИКС, насколько они точно так же готовы ориентироваться на вот этот тест основной цели. Вы знаете, в вопросе содержалось такое очень оптимистичное утверждение, что мы хорошо знаем российскую общую интернет антиклонительное норму. Я не уверен, что кто-то из российских юристов, глубоко покруженных в эту проблему, всегда готов разделить этот оптимизм, поскольку у нас очень много судебных решений со ссылкой на общие антиклонительные положения. Я должен сказать, что мы где-то чуть меньше года назад проводили такую выборку за 12 лет по формальным признакам, где есть терминология, базирующая критерии добросовестности и недобросовестности, критерии обоснованности и необоснованности налоговой УГД, критерии превышения пределов осуществления прав, как часто говорят, статья 54.1 либо отсутствия его. И вот если суммировать всю эту терминологию и взять наши основные налоговые споры по налогу на прибыль и по НДС, мы везде получаем цифру более 50% налоговых споров. То есть количество споров исчисляется десятками тысяч. Я сейчас боюсь уже назвать неточные цифры, но что-то у меня отложилось, что по-моему 16-28 тысяч в каждом случае. То есть ввиду очень широкого применения в российской юрисдикции мы не всегда сможем точно установить содержание нашей общей наклонительной нормы. Действительно законодатель статьи 54.1 сейчас попытался несколько придать более жесткие рамки этому регулированию. Но опять-таки статья состоит из нескольких частей. Если вы вспомните пункт 1 статьи 54.1 там идет ссылка на упоминается искажение фактов хозяйственной жизни, то есть фактически норма в некоторой степени выступает как бланкетная она отсылает законодательство о бухгалтерском учете налоговом учете потому что это терминология этой сферы права в частности по моему статья 9 закон о бухгалтерском учете то есть в этом сегменте нельзя с полной уверенностью утверждать что это общая антиклонительная норма пункт 2 более характерен для формулирования общих антиклонительных норм поскольку речь идет о цели сделки преимущественные цели эффективности неэффективности реальности операций вот в этой части норма в целом схожа с подходами которые мы видим и в других юрисдикциях в том числе в юрисдикциях БРИКС нельзя говорить о каком-то наличии таких фундаментальных противоречий если вот объектом сравнения будет именно пункт 2 статьи 54.1 и я подчеркну что сама специфика этой общей антиклонительной нормы практически во всех правопорядках состоит в том что она формулируется достаточно кратко как такой базовый принцип и ее основная цель пресечь некие ситуации когда нет прямого нарушения закона нет формального нарушения закона но имеет место обход закона то есть эта норма сама по себе как ее по крайней мере чаще всего понимают в международном контексте преследует цель не установить что какое-то действие правомерно или неправомерно а зафиксировать обход закона и стабилизировать сферу действия нормы которую пытались обойти что вы пытались обойти эту норму нет мы вам не даем вернитесь назад в сферу действия этой нормы и в дальнейшем эта норма которую пытались обойти все-таки применяется по существу и уже ее применение может вызвать какие-то дополнительные налоговые последствия санкции и так далее но сама антиобходная норма это не форма не некая форма привлечения к ответственности это просто норма которая возвращает на исходное лицо которое попыталось придумать какой-то правовой инструмент который противоречит фундаментальным принципам права то есть это как налоговый институт принципа добросовестности ну это один из лейблов который нами тоже использовался и еще иногда используется до принятия 53-го поставления высшего арбитражного суда какие только названия не получала эта норма ну слова можно говорить разные но суть состоит в том что это норма или судебная бектрина препятствующая обходу налогового закона и вот в таком контексте если мы ее понимаем то здесь действительно сходство мы видим практически со всеми правопорядками различаются какие-то некие нюансы может быть применения действия допустим в Китае это больше нацелено именно на налогообложение прибыли они в целом не касаются всей сферы налоговых отношений значит в Бразилии допустим принята статья 116 но насколько мы вот обсуждали с экспертами там продолжают применяться судебные доктрины главным образом для применения этой нормы там какие-то исполнительские акты не приняты и это создает некие конкретные проблемы правопорядки если мы хотим зафиксировать некое различие в подходах регулирования этого вопроса то примитивное к Российской Федерации оно проявляется в том что мы очень широко применяем эти положения то есть ни у кого из коллег мы не могли увидеть таких впечатляющих цифр которые исчисляются десятками тысяч судебных решений со ссылками на некую концепцию общей интеллективной нормы это обычные всегда штучные дела то есть когда уже не работает правовая система нельзя путем обычной интерпретации нормы прийти к требуемому результату и мы чувствуем что правовая система сотрясается нужно вернуть ее в исходное положение и используется вот такой экстраординарный инструмент налогоплательщика нашедшего новые механизмы обхода налогового закона возвращают в исходное положение создают тем самым прецедент который указывать сюда нельзя вот в российской правовая система в большей степени увлеклась вот этим инструментом и мы любим практически в любом сложном налоговом споре немножко отлечься от применения закона и сказать а давайте не проверить ли нам добросовестность налогоплательщика не выяснить не превысил ли он предел осуществления прав вот это несколько такой излишний механизм может быть он и не повлиял бы его устранение не повлияло бы кардинально на судебную практику поскольку в принципе тех же самых выводов очень часто можно добиться путем прямой интерпретации нормы например статья 252 налогового кодекса который устанавливает критерии обоснованности признания расходов понесенными и так далее там тоже ведь есть некие нормы принципы которые исповедуют ту же цель значит оценить реальность расходов цель заключения сделок и так далее но часто мы видим в правовременной практике что как бы таким взбадривающим соусом для того или иного дела вновь выступает ссылка на общую антиконтиннорму поэтому если вот в рамках российской правовой системы мы попытаемся несколько сузить сферу применения этой нормы то мы еще в большей степени приблизимся к стандартам наших коллег в этой части в том числе в брикс но конечно вопросы для работы здесь остаются поскольку как я уже помянул по некоторым аспектам различия есть они существенные например в каких-то юрисдикциях как в Китае какие-то налоги высекаются убираются из области действия общей антиконтинной нормы есть расхождение в части соотношения общей антиконтинной нормы и специальных антиконтинных норм я думаю что вы понимаете что общая норма не должна применяться когда есть специальная и поскольку есть различия в перечне специальных антиконтинных норм то это опять-таки влияет на сферу применения общей я думаю что вот это одно из направлений работы где государство БРИК смогут скажем так попытаться некий общий стандарт по крайней мере методологические документы разработать и особенно полезное их действие было бы например для применения во взаимных трансграничных отношениях чтобы бизнес четко понимал как что может считаться неприемлемым если они допустим работают одновременно на рынках России Индии России и Южной Африки России и Китая представляется что это особенно в том случае если специальные основания будут действительно более четко внесены впоследствии уже после того как страны БРИКС придут к какому-то консенсусу в национальное законодательство во всяком случае видно что и экономическая роль такого содружества как БРИКС будет продолжаться в этом случае но наверное следует упомянуть тогда и специальные антиуклонительные нормы особенно некоторые которые сейчас получили очень активное развитие в нашей юрисдикции например речь идет о концепции beneficial owner которая сейчас активно закрепляется Верховным судом более того весьма интересным представляется то что если раньше среди арбитражных споров судебная практика показывалась в информационных письмах когда именно высшая судебная инстанция дает какие-то разъяснения то в России сейчас например появилось в 2018 году 28 апреля письмо ФНС где была обобщена практика по спорам из концепции фактического права на доход одно из упомянутых дел известное дело общества полусухинская шахта когда Верховный суд фактически подтвердил подход нежестоящих инстанций где выделил что иностранное юридическое лицо которое пытается воспользоваться льготой соглашения об избежании двойного налогообложения для того чтобы признаться фактическим получателем дохода не должно подпадать под критерий невозможности осуществления такой экономической деятельности когда у него в принципе не хватило бы средств для того чтобы приобрести долю участия или осуществлять какие-то операции которые оно декларирует ну и второй критерий что оно не является транзитной компанией которая просто переводит деньги куда-то дальше в том случае были британские Вердинские острова то есть в России судебная практика обозначивает эти критерии а потом закрепляются вот такими вот письмами как обстоит подход в странах БРИКС близки ли мы в этой области ну я в первую очередь наверное применительно к Российской Федерации должен уточнить что в целом концепция нефишем оуна нельзя сказать что она является новой для Российской Федерации что это некое открытие последних лет потому что в принципе во всех налоговых соглашениях Российской Федерации почти во всех редчайшими исключениями всегда предусматривалось правило о бенефишио оуна то есть как по-разному оно переводилось в соглашениях но традиционно еще в советские даже в соглашения налоговые 80-х годов это правило включалось ну и собственно в модельных конвенциях на текущем этапе а не конечно Российской Федерации в типовом соглашении утвержденного правительства это тоже правило есть здесь когда мы говорим об применении этой антиуклонительной нормы здесь очень важен вопрос возможности ее применения с точки зрения достаточности данных доступности информации поэтому я бы связал активное развитие этой практики прежде всего с развитием информационного обмена с развитием обмена информацией в области налогоблажения когда российские налоговые органы получают возможность добыть доказательства получить достоверные данные о судьбе дохода о его прохождении через те или иные юрисдикции и в этом отношении мы отчетливо видим что практика в общем-то она и есть часть ее которая базируется на новом уже регулировании то есть внесением изменений в статьи 7 в том числе налогового кодекса Российской Федерации с 15-го года но и ранее возникшие фабулы дела ранее имевшие место фактически обстоятельства то есть до принятия этой нормы тоже дела разрешаются аналогичным образом просто со ссылкой на международную договорную базу потому что она уже сама по себе как бы устанавливала определенный запрет на использование кондуитных компаний в качестве вот такого промежуточного звена с единственной целью получить налоговое преимущество по договору вот и о чем если мы вернемся к сравнению российской позиции то я думаю что наверное важно выделить такую проблему как сфера действия этого специального положения которое содержится обычно в статье в 10 11 12 соглашения об избежании двойного налоговложения то есть касается дивидендов процентов роялти так вот специфика может быть российской практики последних лет это многократные попытки применить эту специальную норму в более широком контексте чуть ли не как общую антиклонительную в отношении всех категорий доходов вот это смешение наверное оно не характерно для большинства юрисдикций в том числе для государств БРИКС потому что вот мы начали с вами разговор что есть общая норма которая ограничивает применение налогового соглашения это допустим limitation of benefits об ограничении выгод по договору наконец надо отметить что статью 1 соглашения о сфере действия конвенции что она распространяется на резидентов договаривающихся государств тоже традиционно в соответствии с комментарием толковали так что из самого текста имманентно вытекает запрет использования налогового соглашения в злоупотребительных целях или unproper use of tax treaty ненадлежащее использование налогового договора признается недопустимым из самого его смысла и в этом контексте нет необходимости смешивать эти общие посылы антиуклонительные и общие инструменты с конкретной специальной нормой которая должна распространяться только на проценты дивиденды и royalty как разновидности пассивных доходов потому что там есть некий специфический юридический инструментарий который требует оценивать законность избранной схемы в частности в первую очередь оценивается не статус налогоплательщика вот вообще безотносительно каким-то конкретным операциям а имеет значение имела ли компания получающей пассивный доход такие полномочия которые позволяли бы ей самостоятельно им распорядиться ну то что вот характеризует кондуитную компанию если бы устав например обшито что просто пересылаются ну устав это уж слишком жестко и я думаю что просто система договор соглашений или фактическое положение вещей уровень корпоративной зависимости вот если доказательства могут быть разные создают такую систему которая изначально показывает что эта компания не имеет никаких возможностей распорядиться доходом а выступает лишь как транзитное звено как агент и так далее вот это наиболее типичный пример хотя здесь очень много нюансов и вряд ли вот это положение допустим есть смысл применять для несколько иных операций например для сферы статьи 13 операции по отчуждению акций как например дело о Северстале если я сейчас не путаю еще ряд у нас ситуаций был когда пытались задействовать эти положения и вот наши налоговые органы тоже имеют такое некое тяготение к тому чтобы если получить какой-то специальный инструмент попытаться использовать его широком поэтому на мой взгляд нет необходимости каждый инструмент должен знать иметь свою сферу иначе мы имеем вот как раз ту проблему которая важна для сферы сравнительного правового регулирования когда наименование у нас общее beneficial оуна а допустим в России и в Индии она будет пониматься различно что будет не очень хорошо поскольку бизнес будет дезориентирован но я бы не сказал что это такая сейчас фундаментальная проблема и все-таки большинство дел именно связано в этой сфере именно с пассивными доходами мы должны быть внимательны и экспертной и совочетной и правоверительной практикой чтобы более четко обозначать когда какую норму мы применяем не пытаться смешивать это все в одну кучу но видимо с тонкой капитализацией такая же ситуация по сути ведь примерно же схожи институты когда какое-то корпоративное участие заменяется договорами видимо видимо расширительная есть практика я бы вряд ли это поставил в один ряд в дела тонкой или недостаточной капитализации все-таки правило недостаточной капитализации или think capitalization rules это правило внутригосударственное то есть основой для применения является статья 269 налогового кодекса Российской Федерации в нашем случае ни один международный договор правило недостаточной капитализации или тонкой капитализации не содержит значит он может содержать упоминания что допустимо их применение и так далее проблема основная проблема недостаточной капитализации вот как она появилась в деле начиная с дела северного пузбасса 15 ноября 2011 года это так называемый вопрос о дискриминации насколько инструменты которые мы используем здесь они имеют одинаковый эффект для всех компаний вне зависимости от того контролируются ли они иностранным участникам либо имеют место сугубо на внутреннем рынке и здесь такая проблема есть она поднималась налогоплательщиками им не удалось это доказать судей обоснованность своих требований они полагали что сама конструкция нормы такова что условием ее применения является то что хотя бы прямо или косвенно задолженность должна быть не просто контролируемая а контролируемая иностранным лицом или лицом с иностранным участием либо способ обеспечения займа иностранные вот все это этот особенность российской нормы рассматривалась как база для заявления требования о том что это противоречие статье 24 того или иного соглашения то есть о запрете дискриминации по критерию происхождения капитала или по критерию значит контроля компании в конце концов это дело уже дошло до прецедента точнее эта категория дел дошла до прецедента связанного с делом новой табачной компании где ситуация была фактически внутригосударственная то есть резидент выплачивал российский резидент выплачивал другому российскому резиденту но все-таки элемент контроля иностранной там сохранялся то есть другой российский резидент получавший средства контролировался иностранной компанией и были основания для применения и там решение суда было иное то есть он запретил производить удержание дополнительных налогов поскольку между резидентами удержание не применяется то есть суд сам показал что все-таки подход различен несколько в правовой оценке в зависимости от того если какая форма по крайней мере иностранного контроля то есть здесь вопрос конечно есть но контраргументы которые выдвигаются для этого спора состоят в том что даже если бы ситуация была чисто внутрироссийской то в чисто внутрироссийском контексте там тоже могут быть применены нормы схожие по функциям то есть направленные на противодействие злопотреблению пустяне 269 ну вот здесь очень всегда тонкий вопрос оценки доказательств и конечно если мы хотим решить этот вопрос наверное нужно эту норму модернизировать какой-то универсальный механизм вырабатывать и для внутреннего рынка и для трансграничных операций а в целом я должен сказать что сейчас правила статьи 269 их аналогичные правила недостаточной капитализации они не очень популярны в мире они рассматриваются скажем так как устаревшие пытаются найти какой-то иной механизм и в том числе мы это по законодательству государств БРИКС видим в том числе более активно используют правила трансферного ценообразования которые могут иметь схожий эффект поэтому вот эта категория споров наверное не самая удачная для того чтобы на текущем этапе вырабатывать общую позицию БРИКС все-таки восхождение здесь наблюдается ну видимо да поскольку устаревает видимо не хочется ограничивать по источнику юрисдикции с которой идет капитал скорее по фактическому контролю но видимо стоит перейти к следующему блоку вопросов к более актуальным институтам по которым страны БРИКС могут сотрудничать например например это вопрос о толковании как мы знаем большинство споров все равно так или иначе касаются толкования соглашения об избежании двойного налогообложения и вот как вы считаете необходимо ли внедрить какой-то более-менее унифицированный подход в отношении каких-то ключевых терминов каких-то объектов например вот в ключе постоянного представительства у каждой если брать страны БРИКС у каждой из стран БРИКС свой подход то есть у нас вот закреплено в статье 306 что является постоянным представительством но при этом конечно же сейчас могут суды при толковании отходить немножко от формата статьи 36 и учитывать какие-то фактические обстоятельства дела как это было например сделано в 2015 году в деле по Арифлейму в рамках которого компания зарегистрированная в Российской Федерации была признана постоянным представительством шведской компании то есть вот как вы считаете необходимо ли унифицировать подход в толковании чтобы во-первых и споров было меньше и все-таки подходы для бизнеса был более единообразным если мы в целом начинаем с того что ставим вопрос о правилах толкования международных договоров потому что соглашение об избежании двойного налогобложения это все-таки по природе просто международный договор то в общем-то я думаю что человечество последние 2000 лет этим занимается и последние десятилетия этим занимается с момента в том числе выработки соглашения об Венской конвенции о правиле международных договоров там конечно есть общие подходы к толкованию все государства БРИКС в той или иной степени применяют эту конвенцию поэтому на фундаментальном уровне условно специалисты по международному личному праву этим занимаются и в общем-то без помощи отраслевых специалистов я думаю может быть с какими-то базовыми вопросами будут справляться и дальше но если переходить вот конкретики специфическим термином и я думаю ваш пример удачен постоянное представительство этот термин очень такой сложенный с точки зрения техники и вот в таком значении используется именно для регулирования международных трансграничных международных и трансграничных налоговых отношений здесь очень много действительно проблем возникает я бы не стал начинать обсуждение этого вопроса со статьи 306 налогового кодекса Российской Федерации потому что в принципе если государство связывает двустороннее соглашение об избежании двойного налоговложения для них решающее значение имеет текст соглашения потому что там статья 5 всегда содержится определение постоянного представительства и это тот термин который как раз определен самим соглашением и недопустимо его в этом контексте модифицировать национальным правом то есть это тоже прямо указывает пункт второй статьи третьей что те термины из него вытекают что те термины которые определен в самом соглашении они как бы выступают в качестве самодостаточных не нужно пытаться обратиться к национальному праву в этой части если же соглашения нет действительно и мы применяем только внутреннее право в этом контексте статья 306 обретает значение спрешающее если вернуться к делу которое вы упомянули дело рефлейм я бы не сказал что здесь какой-то есть фундаментальное отступление от смысла статьи 306 или статьи 5 конвенции потому что в принципе речь идет о споре относительно того есть ли постоянное представительство агентского типа постоянное представительство агентского типа его существование допускается и модельные конвенции ОСР и ООН и российским законодательством кроме того нет и прямого запрета на то чтобы в качестве постоянного представительства агентского типа рассматривалась дочерняя компания конвенции и национальное законодательство обычно лишь говорят о том что сам факт долевого участия в компании то есть создание дочерней компании не приводит к постоянному представительству это очевидно потому что само по себе понятие постоянного представительства это место введения деятельности иностранной компанией в другом государстве, то есть непосредственное ведение. Если эта иностранная компания создала дочернюю компанию, то это как раз означает, что она не намерена сама участвовать в бизнесе. Если они держат должную дистанцию, как это вытекает их статуса, то постоянного представительства агентского типа здесь не возникнет. Если же они отходят от стандартов независимого ведения бизнеса и иное юридическое лицо, либо физическое лицо, либо даже дочерняя компания практически выступает как агент, который заключает сделки от имени иностранной компании. Выступает в нее. И здесь не идет речь о таких стандартных операциях, как функции брокера и так далее. То тогда вот начинает работать эта норма. И в этом отношении дело Reflame имеет и имело право на существование. Другое дело, что оно поставило другую проблему, на которую пока нет ответа в тех решениях судебных, которые состоялись по делу Reflame. То есть есть сам факт, что если дочерняя компания была призвана постоянным представительством агентского типа, это рассматривалось в рамках упомянутого вами дела лишь в срезе того, нужно ли учитывать расходы, по-моему, там Royalty выплачивалось. То есть отказ в вычете расходов дочерней компании, потому что она в рамках каких-то операций выступала как постоянное представительство. И, следовательно, часть по существу как некое место ведения деятельности в этой своей имущественной части не должно платить Royalty, потому что это по существу в рамках одной и той же структуры происходит операция. Но если мы пойдем дальше, с точки зрения анализа вот этого вывода, возникают некие последствия, которые остались за рамками обсуждения и за рамками судебных решений. Если компания это действовала в качестве постоянного представительства агентского типа, то значит, часть выручки, которую она получила, продекларировалась, которой заплатила налоги, является не ее, а той иностранной материнской компанией. То есть тогда мы должны реконструировать некую систему учета постоянного представительства, определить финансовый результат по этому постоянному представительству, долю расходов и доходов, которые на него прочитаются, и, соответственно, в этой части 20% эта компания должна заплатить. Кроме того, у постоянного представительства могут быть тоже расходы, в том числе и на оплату товарного знака, или за что они платили своей материнской компанией. То есть мы будем вынуждены часть торгово-экономического оборота дочерней компании разделить на две части. Одна часть относится к деятельности в качестве постоянного представительства агентского типа, другая к деятельности, собственно, самой компании. либо она целиком, что менее вероятно, должна рассматриваться как только постоянное представительство агентского типа. Поэтому вот этот вопрос, он остался за рамками судебного решения. И я думаю, что еще Российской Федерации предстоит выработать свою более такую уточненную позицию по тому, как должны толковаться в этой части по такой категории споров, концепции постоянного представительства. И надо сказать, что и у государства БРИКС тоже бывают схожие проблемы, особенно Индия очень часто применяет концепцию постоянного представительства, в том числе агентского типа, достаточно такие жесткие по каким-то параметрам подходы налоговой службы Индии в этой части. И я думаю, что, наверное, неверно будет говорить о гармонизации, но, по крайней мере, сверка подходов и позиций для государства БРИКС была бы полезна, поскольку по многим параметрам экономики, развития информационного сектора, они находятся в сопоставимых позициях и вполне могут какие-то выработать, если не общее понимание, то, по крайней мере, по некоторым позициям, кейс-бай-кейс, сверить часы и более четко понимать, могут ли они, допустим, в рамках глобальных форумов какие-то общие заявлять, допустим, комментарии, оговорки, в рамках понимания текста модельной конвенции, допустим, ОСР, где государственные члены могут формулировать свою позицию. Ну, видимо, помимо того, что просто есть попытка в судебной практике определить вот эти невыясненные вопросы, как вы сказали, например, определение доли выручки в представительстве, в материнской компании, а какие шаги предпринимаются сейчас, чтобы закрыть эти пробелы? Ну, во всяком случае, в самих соглашениях пока что между странами БРИКС, между Россией и Китаем, Индией и Россией, формулировка статьи 5 про постоянное представительство очень стандартная, и она включает в себя, получается, определение, набор организационных форм и некоторый еще подход к толкованию вспомогательной подготовительной деятельности, ну, которая тоже, видимо, очень такая толкуемая правоприменительная область. Вы верно отметили, что все положения статьи 5 очень схожи, и не только в разрезе сравнения этих соглашений для государств БРИКС. Вообще глобальный анализ проводился всех существующих в мире двухсторонних соглашений, и ОССР, и ООН совместно, то есть те, которые заключены по одной и по другой модели. И общий вывод глобальных структур, информационных, которые обобщают практику применения, например, IBUD, состоит в том, что до 90% текста всех двухсторонних налоговых соглашений, существующих в мире, даже несмотря на то, что некоторые из них заключены достаточно давно, совпадают. И это хорошо, это значит то, что все-таки, несмотря на то, что формат развития международного налоговложения выработан таким образом, что нет какой-то единого многостороннего договора глобального, который бы регулировал устранение двойного налоговложения, есть масса двухсторонних, но фактически вот в совокупности с комментарием они работают как некая согласованная система. Расхождения есть, но они не критичны для того, чтобы мы понимали существующие правила международного налоговложения. Статья пятая тоже хороший пример. Расхождение, как обычно, не проявляется столь значительно, в том числе в российских всех соглашениях, в государстве Брис, скотство существенно. Какие бывают расхождения? Часто, допустим, при установлении случаев, когда возникает постоянное представительство при оказании услуг. Модель ООН это допускает, ОСР, ОСР, некоторые редакции исключали этот вариант. И в двухстороннем контексте тоже мы видим различные какие-то формулировки. Пустим, соглашение с Кипром там предусматривается, в каких-то других соглашениях Российской Федерации не предусматривается. Возникновение постоянных представительств при оказании услуг. Есть какие-то уточнения, когда там особо оговаривается при осуществлении, например, страховой деятельности, услуг в сфере страховой деятельности. Вот такие моменты есть. А что касается самого субстанциального понимания, что есть постоянное представительство, что есть подгодовительная и вспомогательная деятельность, что есть постоянное представительство агентского типа. Как правило, налоговые соглашения в этой части едины. И, с другой стороны, вряд ли можно ожидать, что мы когда-то увидим какую-то детализацию до самых крайних степеней с описанием фактов, и что это будет содержаться в самом соглашении. Международные договоры, в том числе в этой сфере, они всегда так работают, что есть какая-то базовая квинтэссенция, и огромные шлиф комментарии, разъяснения, понимания тех или иных правил. Главное то, чтобы все правопривительные во всех государствах работали как-то согласованно на одном интеллектуальном уровне, и тогда каких-то таких критических противоречий или не будет возникать, либо они будут возникать не столь часто. Ну, наверное, было бы иррационально все детализировать в Международном договоре, потому что, как вы сказали, все case by case basis, поэтому... Что в Международном договоре сделать? Детализировать все. Было бы иррационально как-то. Что все? Ну, все относительно статьи 5 по постоянному представительству, но, тем не менее, возможен какой-то... Ну как, если кто-то построил здание выше 9 этажей, если выше 10 этажей, если вырыл котлован, куда там детализировать? То есть, мы видим, есть понятие общей строительной площадки. Вот если она длится больше какого-то времени, возникает постоянное представительство. А что считать строительную площадку, как одна или две бульдозер там, когда подъехал? То есть, есть некие логические пределы, которые определяют, что можно включать в Международное соглашение. И вот те правила, которые сейчас мы применяем, они разрабатывались и формировались очень медленно. То есть, вот сформирование современных моделей началось, ну, в 2018-м, где-то в начале 2020-х годов. Извините, 1920-х, естественно, годов, в рамках всех известных комитетов, вы можете, в преамбуле, к конвенциям, каждый наш слушатель может посмотреть, почитать. До этого были в 19-м веке там отдельные редкие соглашения, в основном между германские государства, это инициировали, будучи там, в силу каких-то экономических причин и так далее. И все это развивалось, каждое слово, которое сейчас мы видим в соглашении, настолько долго, как отшлифовывалось, прежде чем попасть вот в таком виде в тех соглашениях. Значит, модель ОСР 63-го года начала работать в 1900-м. То есть, каждое слово, каждое там окончание имеет некий смысл, который был многократно обсужден. И надо, чтобы это каждое слово, ну, обретало такой смысл в правовой системе отдельного государства, чтобы не порождало искажающего эффекта. Потому что, когда этот термин переводится на другие языки, попадает в правовую систему, сразу начинают устраиваться некие логические цепочки. Ага, постоянное представительство. Открываем статью 55-е. У нас есть термин представительства. Вот давайте тут что-то, это, наверное, что-то одно и то же. Хотя, никакой генеалогической связи нету между этими терминами. Permanent establishment, где-то это переводится как постоянное учреждение. А если такой перевод на русский взять, давайте с понятием учреждения свяжем. То есть, вот такие ложные помощники переводчика могут создавать некий эффект относимости международного термина в конвенции к тому или иному ранее существовавшему или существующему институту в национальном правиле. Поэтому появление нового термина в конвенции, детализация, не всегда проясняет правила и создает благотворный эффект. Чаще только оно многих юристов дезориентирует. Они пытаются на основании своего предыдущего опыта здесь создать некую новую модель понимания. А если мы пойдем таким путем, мы разорвем единый смысл конвенции. И тут, как говорится, будем каждый на своем языке в правовой системе разговаривать. А общего регулирующего эффекта конвенции об настранении двойного налоголжения не останется. Вот этого хотелось бы избежать. Данил Владимирович, также помимо постоянного представительства могут быть и расхождения в статье 15 соглашения об избежании двойного налогоболжения. В частности, было такое дело в 2007 году, но тем не менее соглашение с тех пор между Россией и Индией не менялось. Между налогоплательщиками Российской Федерации, которые были работниками компании «Зарубежнефть», они работали в Индии в постоянном представительстве Российской Федерации, которая находилась в Индии в течение 46 дней. Но при этом у Индии все-таки возникли претензии в связи с тем, что постоянное представительство выплачивало заработную плату работникам. Как в таком случае, когда налогоплательщик, ссылаясь на нормы конвенции, говорит одно, а государство Индия, в частности, говорит другое? То есть, как в таком конкретном случае можно было бы урегулировать спор? Ну, говоря сразу, спор был в пользу, конечно же, Индии. То есть, не налогоплательщиковые, в частности, должны были работники уже выплачивать налог именно в Индии. Я не очень хорошо знаю фабулу этого дела, но исходя из того, что мне ограниченно известно из обзоров публичных, которые там опубликованы. Мы, кстати, не ушли здесь от темы постоянного представительства, хотя здесь применялась статья 15, то есть, зарплата наемных работников или зависимый труд, как в некоторых периодах конвенции фигурирует эта статья. Я бы не сказал, что этот спор по той информации, которая у меня есть, носит какой-то фундаментальный характер и идет речь о расхождении в концепциях или в пониманиях. Я бы больше связал это с вопросами доказывания, с вопросами доказывания, с представлением той или иной информации. То есть, ключевой момент, который был положен в основу решения, по-моему, административного трибунала, то есть, это в рамках еще налоговой службы Индии, по-моему, этот спор разрешался. Насколько мне известно, ключевой довод был связан с тем, что расходы по выплате вознаграждения этим работникам внесло постоянное представительство российского налогоплательщика, находящегося в Индии. И если такой фактор имеет место, то, в принципе, статья 15, в той интерпретации, которая была дана, позволял сказать, что у Индии тоже есть право на налогоблажение этих доходов, имея в виду, что в обосновании было отдельно подчеркнуто, что компания уменьшила налоговлагаемую прибыль постоянного представительства в Индии, вычтя расходы на заработную плату. Видите, все налоги, они здесь взаимосвязаны по эффекту для налоговложения. И поскольку тем самым, по утверждению, по крайней мере, содержащемуся в обзоре решения, компания сама признала относимость этих расходов к постоянному представительству, если мы получили достоверную информацию из этого обзора, то это и дало основание Индийской налоговой службы ссылаться на возможность обложения доходов этих граждан. То есть наличие таких критериев, как отсутствие 180 дней на территории Индии или российского резидента не имел значения. Я, насколько помню, там из обзора еще, ну, плещик ссылался на факт уплаты налогов в российской юрисдикции. Надо понимать, что это само по себе ведь не является препятствием для налоговложения. Для этого есть другие механизмы устранения двойного налоговложения, в частности, механизмы зачета. То есть налог, уплаченный по критерию источника, если он уплачен в соответствии с конвенцией, он может быть зачтен в счет налога, подлежащего уплате в российской юрисдикции. То есть подается налоговая декларация по месту резидентства в России физическим лицом и указывает, и подтверждающий документы, факт уплата с этого же дохода в иностранной юрисдикции при получении налогового источника. И, как бы, если там ставка выше и уплачена больше, чем подлежит уплате в России, естественно, ничего не будет компенсироваться и возмещаться из бюджета. Но вместе с тем иностранный налог может быть зачтен в счет уплаты российского. Поэтому вот в этом разрезе есть способ решения подобных ситуаций. А если там были какие-то факторы, которые нам неизвестны, и которые могли бы иначе это дело повернуть, то, в принципе, у налогоплежащика была такая еще возможность, как инициировать взаимосвластительную процедуру, когда бы налоговые органы России и Индии попытались бы выработать единую интерпретацию налоговой конвенции. Но для этого надо, наверное, знать большие детали дела, чтобы делать вывод о наличии оснований для этого. Наверное, следует перейти больше к процедурным, процессуальным вопросам. И первым из них хотелось бы спросить. Перспективы принятия многосторонней конвенции именно между странами БРИКС. Возможно, с тем, чтобы определить какой-то все-таки арбитраж. Возможно, с другими процедурами. Насколько это реально, и что могло бы быть в такой конвенции? Я сразу скажу, наверное, это не очень близкая перспектива, потому что такие вопросы, в принципе, обсуждаются на серьезном уровне экспертами, но, в общем, пока на экспертном уровне. И маловероятно, что очень быстро какой-то консенсус в этой сфере будет достигнут. Хотя потенциально, безусловно, есть возможность для принятия и многосторонних инструментов, в том числе на площадке БРИКС. Возможные сферы регулирования таких многосторонних конвенций, они, безусловно, если мы взглянем в лицо реальности, они могут носить такой пока точечный характер. То есть вряд ли можно говорить о том, что государства БРИКС могут выработать какую-то многостороннюю конвенцию об избежании двойного налоговожения в целом. Даже плотно сотрудничееся государство, например, Бенилюкс, уж куда больше исторических связей, географических, локализованность в рамках небольшого рынка, они не подошли к подобному решению вопроса. Но точечные решения каких-то отдельных проблем возможно. Я приведу только некоторые направления, где такая работа может иметь успех. Это детализированные регулирования взаимосогласительных процедур. То есть как раз то, что мы говорили в рамках прошлого вопроса, об единых правилах интерпретации, когда налоговые органы договаривающихся государств пытаются в рамках какой-то процедуры выработать единое понимание конвенции или конвенции. Вот примитивно к специфическим фактическим обстоятельствам. Второе направление – это опять-таки вопросы устранения двойного налоговложения через освобождение. Например, отдельных видов доходов, допустим, для малого бизнеса, ниже какого-то предела, когда стоимость администрирования этих расходов, мы на площадке экспертов БРИКС обсуждали пределом 200 тысяч долларов. То есть где сумма инвестиций незначительна, а механизм зачета, заверения каких-то данных относительно фактов уплаченных налогов настолько может задерживать механизм устранения двойного налоговложения, что сопрождать некие препятствия, неприемлемые сдержки для малого и среднего бизнеса. И вот в этой части была разработана одна из модельных конвенций, которая позволяла для некоторых видов операций на многосторонней основе устранять двойное налоговложение путем освобождения. Просто незачета, как мы до этого описывали, освобождения. И, в принципе, международный арбитраж тоже возможен по налоговому вопросу в формате БРИКС. Но, наверное, для этого требуется какая-то более длительная еще институциональная подготовка, выработка перечня арбитров, некую процедуру и так далее. Поэтому работа такая ведется на экспертном уровне, но не стоит ожидать каких-то вот таких скоропалительных решений, поскольку, во-первых, требуется точно все взвесить, а во-вторых, важно выработать единое понимание, что мы хотим, общность интересов и какую-то определить площадку для подобного эксперимента. Данил Владимирович, касаемо площадки, я задалась таким вопросом. Каково соотношение все-таки взаимосогласительных процедур и медиация в налоговых спорах? Вы можете провести какой-то параллель? Видите, параллель здесь надо проводить очень осторожно, потому что термин медиация это термин, который протестекает из внутригосударственного права. И в каждой правовой системе может быть свое понимание медиации. Допустим, в Российской Федерации пока действующее законодательство не распространяет область медиации не только на трансграничные налоговые вопросы, вообще на налоговые вопросы, хотя есть приказ ФНС, который был направлен еще в 13-м году на то, чтобы такие институты постепенно вводить. По существу она ведь и так может сейчас иметь место, когда налоговые органы и налогоплельщики пребывают в диалоге, пытаются как-то на основе например акта проверки пойти к какому-то единому мнению на основе оценки доказательств. То есть налоговый орган не может в России, как и в других государствах, не может отступать от позиции точного применения закона, но он может достигать соглашения с налогоплельщиком в части оценки фактических обстоятельств. Имел место этот факт или нет? Была заключена сделка или нет? Какого рода она является? К какому договорному типу относится и так далее? Вот эти факты влекут некую налоговую квалификацию, налоговые последствия, которые уже должны применяться императивно. Я имею ввиду налоговая норма. Вот. Что касается взаимосогласительной процедуры, это процедуры не между налогоплельщиком и налоговым. Это между двумя налоговыми органами, двумя компетентными органами, например, двумя министерствами финансов. Министерство финансов в одном и налоговой службе. То есть, кого государству полномочит по соответствующему налоговому соглашению представлять свои интересы. И здесь участие налогоплельщика заключается в инициировании этой процедуры. И простор для дальнейшего развития состоит в том, чтобы ее несколько более формализовать. Чтобы налогоплельщик был осведомлен о том, как она проходит, чтобы она могла проходить с его участием, заслушиванием его позиций. Вот если такое развитие будет иметь место, мы увидим некое сочетание элементов медиации внутри государственного понимания этого термина и взаимосогласительной процедуры в том виде, как она сейчас определена в международных соглашениях. обезбежание двойного налогоблажения. Такое развитие возможно. И как я уже говорил, в рамках предыдущего форума в ЮАР, который имел место в прошлом году, это обсуждение на экспертном уровне уже состоялось. Данил Владимирович, еще один такой вопрос касательно медиации налоговой. Понятно, что это относится именно... Термин налоговой медиации мы пока только в доктринальном ключе можем сказать. Да, в доктринальном ключе, да. Ну вот, с точки зрения возможно взимания какого-то опыта с других стран, потому что вот я смотрела, допустим, в Бразилии, в ЮАР, в Китае, в Индии, везде есть свои какие-то имплементированные институты, которые направлены на именно медиацию в сфере налоговых отношений. то есть, например, где-то это омбудсмен, где-то это налоговые консультанты, а у нас, насколько мне известно, в 2014 году рассматривался проект федерального закона о налоговых консультантах, но так и не дошло до третьего чтения, и в общем-то это вообще не рассматривалось в дальнейшем. И вот как вы считаете, во-первых, рационально ли у нас внедрять в российском правопорядке данный институт, и если да, то можно это сделать путем как раз-таки возможно рассмотрения других налоговых институтов медиации в рамках других правопорядков, то есть просто в качестве опыта посмотреть и вот имплементировать. Ну, изучать иностранный опыт всегда полезно, если он относим к нашим реалиям, но я бы не сказал, что в Российской Федерации де-факто нет механизмов, которые могут быть сопоставлены с медиативными. Например, наш порядок рассмотрения акта налоговой проверки, когда он проходит с участием о логоплотлищинах. То есть можно критически высказываться относительно его эффективности и оценивать, насколько там вообще стороны находятся в диалоге и здесь резерв для укрепления, то есть какая-то формализация процедуры, формализация в хорошем смысле этого слова, когда она будет более детально прописываться. Здесь должна быть и роль судов, когда допустим имеет место нарушение процедуры, допустим, нечеткая информация относительно приглашения налогоплотлищика, чтобы увлекло его не яхту, должна быть более жесткая позиция судов, а безусловно отмене подобных решений. И вот все эти усилия правопринителя, они могут способствовать тому, что медиативные начала будут более крепко себя проявлять в рамках уже существующих процедур налогового контроля. И если вводить еще отдельную какую-то процедуру до судебного урегулирования, то здесь конечно надо определить категории споров, то есть где бы она была эффективна и роль медиатора, то есть его статус, потому что если мы опять это все поручим налоговому органу, то это некое будет лишь усложнение уже существующего механизма, который может еще больше ограничивать времени доступ налогопитетщика в суду. Как бы сложно будет фигуре медиатора отстраниться от ведомственных интересов, что естественно. Поэтому конечно здесь вопрос с определением категории дела и способов. Вы упомянули закон налоговых консультантов, я не уверен, что вот это та фигура, которая может в полной мере способствовать дать толчок развитию этого регулирования, потому что налоговый консультант это все-таки лицо, которое формирует позицию налогоплательщика, в каких-то случаях представляет его интересы. Нельзя его отожислять с педиатром. Если мы возьмем модель аналоговых консультантов, которая есть в Германии, там более детализировано это, регулирование это больше советник налогоплательщика, который вплоть до его может и по планированию, и учетам его операцией заниматься и так далее. Поэтому безусловно этот механизм возможен, его развитие в рамках трансграничного регулирования, мы об этом уже с вами говорили, и на внутреннем рынке тоже возможно, но отталкиваясь от действующей процедуры. Наверное, первым шагом здесь должно быть укрепление тех процедурных правил, которые уже есть, и более какие-то повышенные требования к налоговому органу в части их соблюдения. Это создаст предпосылки к тому, чтобы стороны очень внимательно относились к этой досудебной процедуре, укрепились элементы состязательности, и вот когда она есть, а не просто в виде жалобщей приходит, тогда у нас есть и перспективы для медиации, а пока в виде просящего выступает, но вряд ли медиация впишется в такой механизм. Проблемы России, которые необходимо в области трансграничного налогообложения решать для взаимодействия, размывания, применения общей антиуклонительной нормы, а в сфере сотрудничества со странами БРИКС видимо выбор все-таки арбитраж или взаимосогласительные процедуры, насколько понимаю тенденция больше к процедурам и в новом явлении налоговой медиации установление принципов состязательности на внутреннем уровне. Получается вот такие скажем так ближайшие наши шаги для интеграции в систему взаимодействия со странами БРИКС или какие-то есть более острые проблемы и более сильные тенденции. Ну в том числе и эти. Я думаю все перспективные направления не перечислишь это и вопросы транспортного ценообразования выработка здесь общей позиции возможно просто совершенствование информационного обмена координация деятельности налоговых служб обсуждение каких-то общих моделей регулирования трансграничных налоговых отношений между государственными БРИКС и развивающимися экономиками еще можно конечно добавить направление но я думаю что работы здесь очень много я думаю что на этот вопрос уже должен отвечать не я а вот ваше поколение юристов вы тоже можете к этому к этой проблематике подключиться потому что каждый из этих вопросов это десятилетие работы если мы смотрим это с точки зрения уже реальных последствий и такого активного уровня работы когда это не точечно применяется а оказывает влияние на бизнес жизнь подскажет какие формы будут востребованы практикой потому что здесь важно не просто как бы предложение ученых либо политическое желание или воля государства здесь еще важна и востребованность с точки зрения бизнеса то есть ассоциации деловых людей какие-то отраслевые союзы должны тоже обозначать проблемы обозначать некую заинтересованность и в этом случае движение будет гораздо более быстрым и эффективным по последствиям ну что ж спасибо большое Данил Владимирович с вами было очень интересно поговорить на такие темы ну я надеюсь что мы станем таким поколением который тоже будет копаться в этих вопросах что-то привнесет вот и с вами был Уральский журнал правовых исследований до новых встреч всего хорошего уральский журнал